Внимание! Данный ролик и любая его часть не является рекламой. Автор видео не призывает вас что-то покупать или пробовать. В данном видео автор только делится своим мнением и ничего более. Хорошо иметь лоджию с видом на зеленые деревья и попивать на этой лоджии чай. А в рубрике коротко. Сегодня Жан-Поль Готье Эликсир. Недавно у меня на канале была распаковка вот этой посылки из магазина fash.ru. Очень эмоциональная была распаковка. По этой ссылке можете посмотреть, сходить. Мне здесь пришел один аромат, который я страстно желал, который я грезил им. Но до того, как я стал им грезить, я этот аромат просто ненавидел. Просто ненавидел. А потом... И все. Мне он стал нужен. Вот прямо вообще кровь из носа. Правда, он дорогой, и я его купил, поэтому в тестере. Но даже тестер стоит, блин, совсем недешево. Посмотрите по ссылке на ту самую распаковку. Она эмоциональная и, возможно, одна из самых эмоциональных распаковок на канале. Вот. Леомаль. Жан-Поль Готье. Эликсир. Когда мне вот в той самой коробочке в качестве бонуса пришел вот этот вот аромат, первое, что я ощутил, это страстное желание тут же им обладать. Захожу на тот же самый фреш. Нет в наличии. Захожу на рандеву. Нет в наличии. Захожу на что я еще заходил, не помню. Нет в наличии. Захожу в золотое яблоко. На золотое яблоко. На сайт. Нет в наличии. Есть только в наличии в магазине в моем городе. Объем 125 миллилитров. И я прямо каждый раз думал, надо пойти купить. Нет. Ну, у тебя есть куда вложить 11 тысяч рублей. В конце концов, постановись. Нажми на тормоз. Ну, блин, мне он так нравится. Ну, нет, у тебя целая куча сладких ароматов. Тебе этот не нужен. Но я хочу. Нет. В общем, короче, я пока сдерживаю себя, чтобы его не купить. По нескольким причинам. Я большой любитель сладких ароматов. Мне нравятся сладкие ароматы. Особенно хорошо качественно собранные ароматы. Но у меня их целая куча. И это заставляет меня тормозить. Как пахнет этот Le Malle Эликсир от Жанна Поля Готье? Он пахнет сладко. На старте он пахнет красиво лавандово. Но не лавандой, которая была в парфюмерии мужской, там, скажем, лет 10-15 назад. Где прямо сразу чувствовался такой вайб пенобритвенный. Нет. Здесь лаванда звучит современно, красиво. Может быть, местами не натурально. Но, блин, все равно красиво эта лаванда подкрашена немного такой свежестью, холодком мяты. А когда аромат на вашей коже усаживается, он начинает звучать медово. Но это не превалирующая нота. Мед чувствуется, но это не медовый аромат. Поэтому не пугайтесь, если вы не любите медовые ароматы. Мед. Сладость бобов тонкая. И такой немного влажный, опять же, не совсем натурально звучащий табак. Лист табака даже, скорее, я бы так сказал. И, ребят, если вы парфманьяк с утонченным вкусом и случайно вдруг попали на мой попсовый канал, вы, конечно, будете говорить, фу, это много на что похоже. Такого люкса сейчас полно. Да сколько можно под разными марками выпускать одно и то же. Отчасти да, но, в общем-то, нет. Потому что этот аромат, он не похож на то, с чем его сравнивают пользователи фрагрантики. Они говорят, что это похоже на One Million от Paco Rabanne Elixir. Это похоже на One Million от Paco Rabanne Royal. Нет, ребята, это направление, возможно, тоже, но это звучит иначе. Мне даже чем-то это нравится больше. Поэтому, если вы любите вот подобное направление, вам это 100% зайдет. Если вы любите сладкие ароматы шлейфовые, стойкие, это вам 100% зайдет. Если вы не из тех, кто говорит, блин, весь люкс похож один на другой, вам это 100% зайдет, и это будет получать комплименты. Я бы себе хотел это в коллекцию, но, блин, вот я пока торможусь. Теперь отдельная фраза для тех, кто считает, что это слишком химозно. Ребята, а вот это не химозно? Вот это не химозно? Но почему-то This is Not a Blue Bottle от Estuart de Parfum не принято гнобить, потому что Estuart de Parfum это уважаемая нишевая марка. А Жан-Поль Готье, ну это же люкс, это же слащавый люкс. Эти дурацкие морячки. Это принято гнобить. Залей это во флакон какого-нибудь, я не знаю, ну кто не чурается выпускать сладкие ароматы. Например, Inissio. Вот залей это во флакон Inissio и выпусти там под каким-нибудь названием Inissio Give Me a Compliment. Это будет получать гораздо выше. Хотя у этого и так высокая оценка, без моих вот этих вот защитных выступлений. Зайдите на программчику, посмотрите, у этого высокая оценка. Итак, резюме. Звучит ненатурально, да, но при этом привлекательно, безусловно. Не понравится снобам, многим парфюмоньякам, которым подавай что-нибудь такое, знаете, чего не встретишь у каждой марки люксовой. Это, кстати, не встретишь у каждой марки люксовой, но такое направление сейчас модно. Вот этим людям не понравится. Но если вы любите сладкие ароматы, вас это однозначно зацепит. Если вы не против трендов в современной индустрии под названием парфюмерия, вам это однозначно понравится. Если вы ищете себе какой-нибудь аромат, в котором вечером вы будете ходить и собирать себе комплименты, днем, мне кажется, летом это будет придушивать слегка. Это вам абсолютно точно понравится. Мне это понравилось. Жан-Поль Готья, Леомаль, Эликсир. Коротко, блин, не получилось, хотя рубрика называется коротко. Увидимся на канале. Будьте здоровы и счастливы. Всем пока.